МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МЧС, ГИМС и ОМВД провели рейд по воде и пляжам Сургута. И я за чистый город. Неравнодушные сургутяне по своей инициативе регулярно проводят субботники УАБИ. В Югре сократились сроки получения разрешения на строительство. Раньше они составляли 77 дней, сегодня 56. Об этом стало известно на заседании проектного комитета, которое прошло под председательством исполняющего обязанности губернатора региона Геннадия Бухтина. Также отмечено, что вдвое уменьшилось количество административных процедур, которые необходимо пройти, чтобы получить разрешение с 11 до 5. Вместе с тем, сегодня в ХМАУ действуют 16 приоритетных проектов. Реализуются 13, 3 в стадии планирования. Исполнение их идет согласно графикам. Контрольные точки пройдены на 70%. Окружной этап почти завершен. Сейчас вопрос стоит за муниципалитетами, внесением изменений в местные регламенты и нормы. Одним из приоритетных проектов, которые рассматривали на комитете, стал окружной клинический центр охраны материнства и детства, который строится в нашем городе. Одну из основных частей комплекса, перинатальный центр, планируют ввести в эксплуатацию уже в августе будущего года. Как сообщают наши коллеги из ТРК Югра, конструктивная часть на данный момент готова полностью. Рабочие перешли к внутренней отделке и монтажу инженерных систем. Запуск всего центра охраны материнства и детства состоится в 2020 году. Также Геннадий Бухтин в режиме онлайн провел инспекцию ряда объектов, которые строятся сегодня в Югре. Особое внимание уделили социально значимым инфраструктурным. Все они сегодня возводятся с опережением графика. Исполняющий обязанности губернатора оценил строительство инженерных сетей в Когалыме, Лангипасе, а также в поселке Федоровский Сургутского района. Инженерные сети возводятся здесь, к многоквартирным домам. Работы на объекте стартовали относительно недавно, в мае этого года. Сейчас готовность инженерки составляет 14%, при этом ввод сетей в эксплуатацию намечен на октябрь 2018. Геннадий Бухтин особо отметил, что в результате проведения торгов были сэкономлены бюджетные средства. Несмотря на небольшой возраст стройки, у нее есть свои интересные особенности, в частности экономия, сложившаяся по проведению торгов. Так что это еще один образец того, как нужно выстраивать закупочную деятельность. Нынешний строительный комплекс представляет второй этап работ, первоначальный объем, который был завершен в 2013 году. Расширение позволит обеспечить дополнительное строительство 139 тысяч квадратных метров жилья, ряда социальных объектов, школ, детских садиков, детского сада. Ключи от квартир в многострадальной высотке на улице 30 лет победы. Жителям начнут выдавать в сентябре этого года. Строительная готовность объекта сегодня составляет 90%. В здании три подъезда, в них 258 квартир, больше половины из которых уже проданы. Сегодня стоимость квадратного метра в этом доме 60 тысяч рублей. Напомним, изначально недвижимость должны были сдать в 2014, но компания «Формат Плюс» не смогла выполнить свои обязательства. После вмешательства в проблему властей Сургута и Югры, объект согласилась достроить компанию «Сок». Вы сами видите, что готовность дома уже близка к завершению. Сейчас единственное наше пожелание, чтобы застройщик, это и два месяца, когда у нас теплое время года, когда как раз комфортные условия для завершения работ, использовал их максимально эффективно. По тому объему, что остался, я думаю, что два месяца – это вполне реальный срок для того, чтобы строительство закончить. Эта история, вероятнее всего, со счастливой концовкой. Одна из немногих в стране, где обманутым дольщикам удастся въехать в купленное ранее жилье. И более того, в качестве компенсации 56 дольщиков, заключивших договоры купли-продажи с 2012 по 2015 годы, абсолютно бесплатно получат место на крытой стоянке. Самого паркинга пока нет, он выделен в отдельную очередь, которую сдадут в следующем году. Что касается самого дома, то подрядчикам осталось выполнить отделочные работы и благоустроить территорию. Инженерка у нас сделана 100%, и последний сейчас водород заканчивает. То есть все практически не будет. Будем приступать к благоустройству уже на самой территории. Вот я как говорил, в объеме 10 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия и 2,5 тротуарного плитка. Ну и, соответственно, в процессе благоустройства остается сокольная часть недоработанности, чтобы сделать уже нормальное примыкание фасада от моски. Добавим, что в планах у застройщика построить рядом еще один жилой дом. В проекте он имеет каскадный вид в 10, 13 и 16 этажей. Сроки реализации и дата начала строительства неизвестны. Самый масштабный в истории. В Сургуте сотрудники администрации совместно с полицейскими, МЧС и специалистами госинспекции маломерных судов провели рейд по воде и местам летнего отдыха горожан. О его итогах, целях и задачах расскажет Дмитрий Круковец. Совместный рейд длился практически весь день. Внимание уделили и тем, кто предпочел автомобилю свой катер, и тем, кто в субботний день выбрался поближе к воде. Мы сейчас будем просить отдыхающих покидать водоем, поскольку купание здесь запрещено. Вам рекомендую даже не заходить в воду, поскольку в ГУП гигиены и эпидемиологии проводят замеры воды, в результате которых было выяснено, что вода здесь не соответствует нормативам и непригодна для купания людей. При этом к пляжному отдыху представителей власти претензий нет. Принимать солнечные ванны в этом году можно в более комфортных условиях, чем в 2016-м. У побережья речки Черная прибрались, установили лежаки и навесы, под которыми можно укрыться от палящего солнца. Но купаться все же нельзя категорически. Река Черная непосредственно, данный квадрат, это место массового отдыха, оно определено, оно оборудовано, как вы видите, в этом году. Поэтому количество отдыхающих здесь значительно в разы увеличилось. Вот, тем не менее, как вы можете наблюдать, по всей береговой зоне установлены запрещающие знаки. Купаться запрещено. Вот, и, соответственно, здесь можно культурно отдыхать, загорать, но, грубо говоря, не лезть в воду. Но даже присутствие спасателей и полицейских не особо смущало отдыхающих. Некоторые водоем покинули, но часть людей продолжила купаться. Это опасно, настаивают контролирующие органы. Помимо бактериологического состава воды, это еще и захламленное дно. Между тем, за последние 10 лет в Черной речке утонули 15 человек. Трое из них в прошлом году. Будьте добры, придите, пожалуйста, документы. Рейд продолжился и на воде. Инспекторов ГИМС и сотрудников администрации интересовали техническое состояние катеров и более крупных судов, присутствие на борту спасательного оборудования и жилетов, наличие водительских удостоверений. Так, Олег Викторович, свидетельствования проходили вовремя, да? В 16-м году все в порядке. В переоборудовании нет, да? Так, жилеты, все на месте. Проверяющие беседовали с судовладельцами на Почетуйке и Аби, а также на Грессовском водохранилище. Исполняющий обязанности главы города в целом остался доволен результатами инспекции. Первая желудка, которую наш ГИМС остановил, водитель оказался без прав. Пришлось ее поставить на штрафстоянку. Ну, могу сказать, что очень такое положительное впечатление при нашей судоводителе. В основном все соответствуют требованиям, у всех есть соответствующие документы. Никто не злоупотребляет алкоголем. Подобные рейды станут регулярной практикой, уверяют в администрации. И призывают купающихся в запрещенных местах в воду не заходить, а судовладельцев помнить о безопасности и не выходить на воду без средств спасения. И, конечно, не садиться за штурвал в состоянии алкогольного опьянения. Мною дано указание такие рейды проводить сейчас все теплые дни, когда температура воздуха свыше 20 градусов. И когда мы понимаем, что люди в любом случае придут отдыхать на воду, значит, участие мое или кого-то из руководства города, я думаю, что оно будет минимум еженедельно. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Югра вновь и в лидерах по собираемости взносов на капитальный ремонт домов. Региональный оператор сообщает, что ХМАУ вошел в десятку субъектов по России, заняв седьмое место. Вурфо нашел круг на первой позиции. 90-процентный порог собираемости в автономии преодолели Нефтьюганск, Пытьях, Коголым, Лангипас, Нягань, Радужный, Урай, Белоярский и Советские районы. В Югорском фоне капремонты считают, что высоких показателей здесь удалось достичь за счет введения с самого начала действия программы единой платежки за ЖКУ и механизма распределения средств пропорционально задолженности. Внедрили такие же квитанции и увеличили уровень собираемости в Нижневартовске, Покачах, Мегионе, Сургутском районе и Сургуте. Наш показатель за второй квартал этого года составил также выше 90%. Надежно, быстро, аккуратно. В компании «Сургутнефтегаз» выбрали лучшие вахты бригад капитального ремонта скважин. До финала допустили лидеров профильных подразделений. В итоговых соревнованиях приняли участие 8 команд, в каждой из которых один бурильщик и два помощника бурильщика. Ольга Нахаева знает, что дает победа в конкурсе лучшей по профессии. И кто примерил на себя лавры победителя. Чтобы победить в этом конкурсе, должны сойтись воедино три фактора. Кроме сопутствующей удачи, это еще и подготовка, теоретическая и практическая. И опыт многое решает. К этому готовимся, подходим серьезно, занимаемся же ответственно. Наша вахта участвует уже восьмой год, в этом году будет. И последние пять лет занимаем первое место в конкурсе лучшей по профессии. Конечно, каждая бригада рассчитывала на победу. Иначе зачем вообще ехать на конкурс? Безмерно счастлив к этому шли, к участию непосредственно в объединении три года. Наконец-то добились и сегодня, надеюсь, не оплошаем. Для нас эмоциональное удовлетворение и гордость собой, потому что долго к этому шли. Кто вас поддерживает? Все. Вся сургут нефтью. Мама, естественно. Практическое задание для всех одно. Нужно произвести спуск и подъем трех насосно-компрессорных труб с последующей герметизацией устья скважины. На все про все 13 минут. Стоп, проверил. Вера! Это то, чем вахты бригад капитального ремонта скважин занимаются каждый день, выполняя свои трудовые обязанности при проведении ремонта скважин. Так что правильность и слаженность действий вахт отработаны до автоматизма. Победу одержит та вахта, которая сделает все быстрее, чем соперники, с минимальным количеством замечаний. В первую очередь, наверное, это престиж предприятия, престиж подразделения, которые они представляют. Второе, наверное, это повышение, наверное, мотивации работников к участию, к труду. Участники соревнований – это победители в своих структурных подразделениях. Они уже выиграли данный конкурс, получается, лучшие представители. Вахте Алексея Докшина удалось не разорвать цепь побед. НГДУ «Быстринскнефть» стала лидером и в этот раз. Второе место досталось НГДУ «Федоровскнефть» с вахтой бурильщика Сергея Орлова. Оправдал «Мамины надежды» и Артур Магомедов. Его вахта НГДУ «Сургутнефть» замкнула тройку призеров. Ольга Нахаева, Екатерина Любешева, Борис Шибалдов. «Сургутинтерновости». Сохраним природу вместе. Инициативные сургутяне, которые не хотят жить в замусоренном муниципалитете, объединились в сообщество «Я за чистый город». Сегодня в нем уже более 500 человек, хотя организаторы создали его меньше месяца назад. Активисты практически еженедельно выезжают на субботники в разные части Сургута. Например, в минувшее воскресенье они выгребали мусор у Аби, у Югорского тракта. Очистить удалось около 600 метров береговой линии. Также участники сообщества развесили там таблички, призывающие горожан не мусорить и любить Сургут не только на словах, но и показывать свои чувства на деле. Волонтеры рассказали, что порой всего через пару часов после субботников они вновь обнаруживают на местах уборки мусор. Разве нравится самим отдыхать на свалке? Недоумевают активисты. Свою следующую небольшую, но такую нужную и важную экологическую акцию сургутяне проведут 1 августа. Сбор в 11 утра на площадке торгового центра «Купец», что на Югорском тракте. Организаторы отмечают, что при себе нужно иметь большие мусорные мешки, перчатки и желание помочь. Я увидела ВКонтакте, и даже потом вспоминала, не могла вспомнить, где просто в ленте новостей, что приглашаем, давайте соберемся. Решили, что смысла нет дома сидеть. То же самое. Вышли на природу, и как у меня младший сын, он говорит, мам, поехали спасать природу. Я говорю, поехали. В Сургуте прошли соревнования по дворовому футболу. В турнире, инициатором проведения которого стал депутат городской думы Алексей Кучин, приняли участие юные спортсмены 25 и 27 микрорайонов. Соревнования при поддержке Федерации футбола Сургута проходили в трех возрастных категориях. На поле во дворе дома «Взлетный 4» вышли более 70 ребят из 13 команд. Победителями турнира стали сборные «Файв», «Манчестер Юнайтед» и «Витязи». Они будут защищать честь своих микрорайонов на городских соревнованиях. Футбол набирает обороты. Уже ближе к чемпионату мира больше таких проектов, я считаю, нужно организовывать, потому что именно дворовый футбол поднимает с корней интерес к футболу, к пропаганде спорта. Чем больше детей у нас будет играть в футбол и будут привлечены к этому процессу, то, естественно, я думаю, все будут рады. Здоровое поколение нам не помешает. А в чемпионате города среди команд высшей лиги по большому футболу завершился первый круг. После половины проведенных матчей лидером турнира является клуб ССМ. Связисты не потерпели ни одного поражения, дважды в девяти матчах сыграв ничью. На второй позиции команда «Сургутнефтегаз» на третьей строчке «ЗСК». Во втором по силе дивизионе лидирует штурм «Спецстрой». На расстоянии одной победы от соперника расположились команды «Прада» и «Непенефть». Оба турнира завершатся до конца лета. Итог всего сезона покажет второй круг, потому что плотность именно очков командных, то есть оно одно-два разделяет. В принципе, такие важные переломные моменты как раз будут во втором круге. В целом сезон интересный. Думаю, к концу августа мы уже и увидим, кто поднимет, скажем, кубок над головой. На эту минуту все. Вечером новостей будет больше. До встречи на наших каналах. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Включи ЛАВ-радио твоей мечты. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пазмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Окунитесь в приятную атмосферу новой летней террасы «Шеф Дынков». И попробуйте потрясающее сочное мясо, приготовленное на угля. По будням с 12 до 15 скидка 20% на все меню. Телефон 94 40 49. Только в эфире ЛАВ-Радио. Доброе утро! Утренние красавцы Корочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай ЛАВ-Радио. Здравствуйте. Информация о погоде на 26 июля в студии Дина Кристи. Югра будет находиться в области пониженного атмосферного давления, благоприятствующей формированию полей облачности и выпадению очаговых дождей при температурном фоне на несколько градусов теплее, положенной для июля нормы. Сегодня в Сургуте и его окрестностях облачно. С прояснениями местами возможен кратковременный дождь. Не исключена гроза. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха плюс 23-28. Распродажи в салонах обуви «Саламандр» скидки до 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всех благ и до встречи!